Opel, презентуя второе поколение Mokki, сразу заявил, что оно задаст стиль всем будущим моделям марки. Поэтому фирменный визор, объединивший фары и решетку, сначала перепал Кроссленду, а теперь Грантленду. Ради нового передка последний даже заказал новые капоты-крылья, что здорово взбодрило достаточно пресный дизайн кроссовера. В салоне команда британца Марка Адамса тоже прошлась мощным катком по былому консерватизму. Вместо скучного интерьера мечта консерватора появилась новая передняя панель, которую венчает грандиозный экран. В Европе продажи обновленных кроссоверов начнутся будущей осенью, а следом новинка наверняка появится и в России. И снова об Opel. Нынешняя Astra была разработана во времена владычества General Motors. А значит, скоро модели придется переехать на французскую платформу, что уже примерили хэтчбеки Peugeot 308 и DS4. Премьера не за горами, поэтому компания раскрыла несколько фрагментов будущей машины. На фотографиях мы видим вышеупомянутый визор и фирменный интерьер Pure Panel, выстроенный из двух экранов и минимума кнопок. Еще одна новость тоже пришла из Германии. BMW обновила родственные семейства X3 и X4. Не увидеть крупные сросшиеся ноздри решетки радиатора просто невозможно, а фанаты моделей обязательно отметят, что базовый обвес стал внедорожнее. Третьему X полагаются адаптивные светодиодные фары, а четвертому дорогущая матричная светотехника. Сами фары стали немножечко, но меньше, а у задних фонарей сменился световой рисунок. В интерьере даже базовых версий отныне присутствуют спортивные сидения, виртуальные приборы и трехзонный климат-контроль. За управление последним отвечает новый блок, ради чего дизайнерам пришлось немного перекомпоновать переднюю панель. Прайс-листы опубликованы, вот только реальные продажи стартуют только под конец осени. К нам будут приходить машины строго американской сборки, поскольку калининградский автотор теперь делает лишь большие кроссоверы BMW X5, X6 и X7. И совсем коротко пройдемся по заряженным М-кам. Версии на 480 лошадей исключены из гаммы, а 510-ти сильные модификации сделались моментнее и быстрее. Правда, российские ценники пока остаются секретом.